Привет, друзья! Меня зовут Генерал Лиггин, я 3D-программист компании Web4Web. Я вам сейчас немножко расскажу о таком интересном эффекте, который у нас применяется на некоторых объектах, который называется Wind Banding. Что это такое? Это такой эффект, который позволяет на объекте, обычно используемый на растительности, например, получить интересный эффект, как качание под воздействием. То есть качание ствола, допустим, или мелкие движения листиков и веточек. Как у нас это все организовано в Web4Web? На самом деле мы смотрели подход к реализации эффектов в Crytek. И давайте я вам сейчас изображу примерно, что это все представляет у нас. Значит, Wind Banding у нас вообще состоит из двух частей. Первая часть... Давайте я возьму еще чуть-черненький цвет. Первая часть это Main Banding. Давайте мы так и напишем. Main Band Banding. Основное качание. То есть это изменение положения предположенных ствола нашего растения. Как это все выглядит? Есть у нас, допустим, деревце какое-то там. На него действует ветер под определенным направлением. И что должно делать себе дерево? Оно должно, разумеется, наклоняться. В итоге мы получим под воздействием ветра что-то вот такое. То есть наша пальмочка, предположим, эта пальмочка, в меру моих художных способностей, наклонится. И она будет постоянно производить покачивание. Что у нас для этого делается в движке? У нас есть несколько параметров, которые позволяют настроить этот Main Banding. Во-первых, это... Сейчас я буду тут щелкать, чтобы снова не забыть. Во-первых, это угол наклона, angle. Что он собой представляет? Есть у нас ось объекта. Кстати, вот его origin. Да, я не сказал важную деталь. Изменение положения вот этих всех вершин объекта происходит относительно origin. То есть origin, предположим, у нас находится на земле. Значит, есть ось объекта. При воздействии ветра объект наклоняется. Максимальный угол, на который он может отклониться, это вот именно тот самый параметр, который у нас настраивается в движке. Назовем его этот угол альфой. То есть альфа — это максимальный угол отклонения. Дальше, следующий параметр — это частота колебаний. назовем ее Frequency. Значит, Frequency — это частота, с которой у нас будет объект ходить относительно центра туда-сюда. Насколько быстро это будет происходить. Ну, с ним нужно быть довольно аккуратным, потому что нужно довольно непредсказуемо получить вещи, если его сделать, допустим, очень большим. Также для Main Banding у нас существует такая настройка, как подкрашивание верховным цветом. Это, значит, параметр, который называется MainStrengthness. То есть основная жесткость нашего объекта, который подвигается воздействием ветра. Как это работает? Ну, то есть мы можем изобразить это вот таким вот образом. Наша пальма. Почему она, собственно, здесь отклоняется так сильно? А как раз потому что вот этот вот MainStrengthness определяется вертексным цветом. Чем он темнее, точнее, чем, наоборот, если мы говорим о вертексном цвете посветлее, то есть белый, тем сильнее он отклоняется. Допустим, внизу он черный, и постепенно все светлее, светлее, светлее. И здесь он совсем светленький. То есть вот эти части будут сильнее всего отклоняться. Таким образом мы разукрасим объект, чтобы вот именно эти части двигались сильнее. Относительно нашего Origin. Так, это то, что касается первой составляющей. MainBending. Теперь, значит, вторая часть. Вторая часть, это более мелкие колебания. Они называются у нас Detailed Bending. Колебания веток и листьев на нашей растительности. Ну, или не на растительность, смотря на что вы там будете подвигать воздействию ветра. Здесь, что мы имеем, какие параметры мы имеем здесь. Здесь, опять же, мы можем говорить об амплитуде. Так, что-то я написал странно. О чистоте. И... Вообще, амплитуда у нас на два типа делится, вот именно в Detailed Bending. На амплитуду движения веток и на амплитуду движения... Давайте так вот и напишем. Значит, Branch, это ветки. И... Листья. Назовем их... Листь. Листья. Так. Теперь давайте посмотрим на то, что, собственно, происходит с геометрией объекта при воздействии Detailed Bending. Мы уже определились, что у нас происходит в Main Bending. Теперь мы говорим о геометрии в более мелких колебаниях. Как обычно делается дерево. Это, если это какое-то оптимизированное игровое приложение, то мы имеем, допустим, листву. И для упрощения в ней многие ветки просто такие вот, допустим, плейны, на которых уже натянута текстура внутри. На примере одного вот такого плейна давайте посмотрим, как у нас будут вести себя ветви и листья. То есть одна веточка. Вот у нас есть этот плейн. Что собой представляет воздействие на ветви? Это очень простое изменение геометрии, на самом деле. То есть что произойдет с вертексом под воздействием бендинга на ветви? Он будет всего лишь навсего смещаться в вертикальном направлении. То есть все вертексы смещаются в вертикальном направлении. Так у нас организован WinBending на данный момент. В дальнейшем, возможно, мы еще модифицируем все. Но сейчас это вот так вот. То есть мы задаем амплитуду. Чем она выше, тем сильнее они колеблются в вертикальном направлении. Это branches. Когда мы говорим о листочках, опять же так же нарисуем. Эксплейник с его вертексом. Здесь смещение всего лишь навсего в горизонтальной плотности. То есть даже можно вот так выбрать. Да, здесь мы напишем ось Z. А здесь будет X и Y, если соответствовать бендинговской терминологии. Это у нас листья. И теперь мы знаем, что примерно будет происходить с вертексами на ветках. Посмотрим немножко на дополнительные настройки, которые нам позволят кастомизировать это все поведение. Здесь у нас также используется, как собственно реализация от Crytek, вертексные цвета. У нас имеются, значит, три вертексных цвета, которые воздействуют на Detailed Bending. Первый это так называемый Leaf Stickness. То есть жесткость листьев. Leaf Stickness. Второй это довольно интересный параметр. Это фаза листьев. Leafs Phase. И последний параметр это Oil Stickness. Я сейчас скажу подробно, что они отличаются. Так, первый это, соответственно, жесткость каждого из листочков. Насколько сильно у нас происходит влияние Detail Bending именно на листья. Насколько сильно они смещаются просто от этих двух направлений. Leaf Space это такая вот, такая интересная настройка, то есть подкраска веток этим цветом, которая позволяет добиться неравномерного движения для всех веток в нашем дереве. То есть каким это образом выглядит. Вот, допустим, у нас есть несколько веточек. Чтобы они все колебались в разных фазах, мы можем внести такую небольшую рандомизацию и подкрасить их всех слегка с разным оттенком. То есть, допустим, этот у нас будет темный, у него будет своя фаза. Вот этот вот будет посветлее. Этот будет какой-то средний между этими первыми звенами. То есть мы вносим рандомизацию в движение веток. Именно таким образом мы объясняем движку, что это вообще разные ветки. Мы их разделяем разными значениями Leafs Phase. По-другому он просто никак не определит этого. Так, и последний параметр это Overall stiffness, общая жесткость, которая у нас записывается. Ну, хотя это я вам чуть попозже покажу, какие каналы они записываются. Общая жесткость, которая как раз определяет перемещение для всей ветки. То есть Range, грубо говоря, Range. Насколько сильная амплитуда. Так, наверное, из теории все. Сейчас я чуть-чуть вам покажу, как это у нас все работает в движке. Значит, здесь мы видим... Здесь мы видим небольшую модельку дерева. Давайте мы сейчас с вами переключимся в какой-либо из веток цветов. А, вот, кстати, хороший пример, да, можно посмотреть. Сейчас мы видим... Так, давайте я изолирую объект. Мы видим вот этот вот ствол дерева с листьями, такими лопухами даже я бы сказал, который подкрашен равномерно снизу вверх таким градиентом. То есть вверху он почти белый, но будут серьезные колебания. И вот центр, как мы это и говорили, он практически... ну, не практически, даже вообще черный. То есть он не будет смещаться вот здесь вот под воздействием Main Banding. Main Steakness верхнего цвета. Дальше посмотрим на голубой канал. Что это такое? Это мы можем посмотреть, кстати, в настройках объекта. Это тот самый Overall Steakness. Жесткость ветвей. И она и будет определять, насколько серьезно под воздействием Branches. Бендинга, грубо говоря, будут смещаться наши ветви. Еще один канал, красный, это как раз жесткость листочков. То есть, как вы можете обратить внимание, по центру эти лопухи не будут полибаться. А по краям они будут совершать уже серьезные движения. То есть они будут качаться в горизонтальной плоткости, сильнее всего на краях. Как, собственно, это и должно быть в реальном дереве. Потому что жесткость внутри более большая, а снаружи они могут ходить гораздо сильнее. И последний цвет, зеленый канал. Здесь он не совсем корректный. На самом деле, мы с вами говорили, он должен обозначать различные ветки. То есть это градиент, точнее даже оттенки зеленого цвета, которые определяют фазу для отдельных, ну, фазу отдельных ветвей как раз и определяют. Мы таким образом как раз и говорим движку, что это разные ветки. Вот. Теперь мы знаем, как это все работает. Давайте посмотрим, как это выглядит в движке, что вообще происходит под воздействием ветра. Сейчас я переключусь. Вот так вот эта пальмочка выглядит. То есть обратите внимание, у каждой ветви как раз по центру наибольшая жесткость. И по краям, поскольку листья свободные, там жесткость снижается. Давайте я чуть-чуть увеличу силу ветра, чтобы вам было хорошо видно. То есть вот, у основания мейнбендинг никак не влияет на наш объект. Дальше, поскольку он сильнее подкрашивается, происходит более сильное смещение вершин под воздействием мейнбендинга. И если мы приблизимся, сейчас я снижу немножко, Приблизимся к одной из веток. Мы видим перемещение и в горизонтальной плоскости, и в вертикальной. Но вертикальная она не очень сильная, потому что там довольно маленькое значение жесткости oil stiffness для данного всего объекта. Значит, мы видим перемещение вертикальной и вот таким вот образом, наверное, видно лучше. Перемещение в горизонтальную плоскость. Туда-сюда дергаются эти вершины. Сейчас вот посильнее еще сделаем. Вот так вот они дергаются. Это как раз смещение листвы. О, да, здесь хорошо их колеблется. То есть вот таким вот несложным, по сути, образом у нас организовано влияние ветра на различную растительность, ну или на другие объекты, которые могут быть подвержены вот таким вот колебаниям. На этом все. Собственно, если у вас будут какие-то еще вопросы по разным технологиям задавайте, пожалуйста, в комментариях. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...